привет друзья включила вам камеру хочу с вами проехать то я его то он меня спасибо хочу проехать с вами это у нас город вентнер вот такая вот тоже живописная дорога если я смогу вам ее показать ту которую я хочу потому что я еду без навигатора сейчас так сейчас закрою окно я еду без навигатора и иногда путаюсь ну так то дороги все они ведут коммунизму конечно вы знаете вот и все равно я знаю примерно по какой какую сторону мне ехать но очень много разных дорог и вот бывает попадаю не на ту на которую хотелось бы вот поэтому покатаемся опять с вами я вас прокачу покажу вам красоты нашего острова все равно друзья такого как здесь у нас на острове вы на майонленде не увидите на большой земле английской наш остров white это жемчужина это красота и в общем вы знаете столько здесь куда бы не поехал посмотрите впереди это инглиш ченнел видно вам канал пролив ламанш вот вдоль я еду сейчас вдоль это с получается запада на восток вот посмотрите справа какой пик церкви попадает ли не знаю камера видно ли вам будет вот я постаралась как могла укрепить как я уже вам говорила свою камеру чтобы она не трясла но наверное все равно трясет поэтому друзья не обессудьте ничего не могу я поделать больше я уже даже сменила в в общем-то вы знаете ой боже куда я еду я сменила подставку так наверное я может быть к этой церковь и вас довезу вот понимаете иногда я же говорю что путаюсь посмотрите как красиво вот она церковь какая-то куда мне тут свернуть и в нее надо зайти ой как все тут перепарковаться негде а здесь можно ли не знаю можно ли нельзя сзади подперли меня вот вы знаете плохо что иногда очень трудно найти парковку в этом плане вот приходится ехать бог знает куда чтобы прогуляться по красивому месту ой-ой-ой-ой было место ой-ой-ой-ой проехала мимо вот когда меня стоят ждут стоят купите стоят ждет меня я начинаю паниковать начинаю начинаю неизвестно что делать ну где же мне припарковаться ну что же ну как же я же хочу вам эту церковь показать ну нет наверное не получится ё-моё нет в следующий раз наверно может и не в следующий вот такая вот я понимаете что что происходит красиво сейчас попробую все-таки найти я парковку так припарковалась пойду в эту церковь свожу вас ну что же я мимо еду вы же понимаете домой то я всегда успею а такой красивый день ну как не погулять вообще рассеянная стала страшно вот когда вам рассказываю еду очень как-то все у меня я не юли цезарь вот мне знаете два два дела сразу делать вот как-то я не могу и вот сейчас вышла с вами разговариваю боюсь что камера у меня остановится забыла закрыть автомобиль замкнуть машину забыла там у меня рюкзак которым я хожу иногда хожу иногда я его оставляю в машине а там деньги все что хотите в рюкзаке ничего никто не взял ну я конечно так уехала далеконько от этой церкви ну не так уж чтобы очень далеконько видите вот иду вам показываю чтоб нам с вами наш путь обозначить а вообще в какую бы деревушку не приехал красоты а сейчас еще такая погода у нас вышвите солнце вовсю сегодня плюс 18 сегодня у нас по моему 11 апреля вот иногда даже я не замечаю посмотрите как красиво вокруг вот я помню кто-то тут поехал куда-то в европу по моему швейцарию что ли и там какие-то такие тоже замки красивые горы настолько люди в восторге просто прыгали там до неба а здесь сплошь и рядом кругу такое я конечно не хвастаюсь сами понимаете страна все-таки не моя я просто здесь живу но я констатирую факт вот еще какая-то прогулочная дорожка тоже много раз вам показывала и рассказывала их тут сплошь и рядом пойди по любой и будет красота но я иду конечно к церквушки но все равно вам показываю по пути красоты эти вот посмотрите у людей во дворе припаркованный караван огромная машина кто-то спрашивал у меня как тут что с ними я понятия не имею много их здесь очень много этих очень машин вот таких караванов на них путешествуют везде англичане любят это все и и посмотрите я ближе подошла опять какой дом замечательный боже мой дворец это частное владение дворец посмотрите здесь еще и прудик вот такой падающий водопадиком водой и вот такая красота и мужчина я стала снимать он сразу вышел что вы тут снимаете почему но я рассказала вроде такой приветливой и говорю какой у вас дом но я не могла мимо пройти он говорит ой да здесь таких много домов я гриста на большая семья он говорит нет нас двое здесь живут ну вот двое живут в таком дворце представляете насколько богатые они а я думала я вам показала этого мужчину мужчина средних и но не средних лет на лет 45 и вот выглядит совесть совсем обычно вот такой домино на двоих а это я остановилась показываю вам вот вот пожалуйста домик другой сплошь двери 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 это уже вот обычная вот идет люди живут но если представить то что вот даже вот такой вот флэт вот очень маленький стоит порядка 200 так 150 200 тысяч фунтов вот такой вот one bedroom спальни если стоит 200 тысяч то сколько стоит тот дом боже он меня так возбудил ну и вот мы пришли все таки долго ли коротко ли вот к этой огромной это не церковь это собор друзья посмотрите сейчас другой стороны покажу потому что солнце когда солнце в объектив плохо видно а мне так вообще ничего не видно потому что у меня на экране все затемнено очень трудно снимать вот поэтому понимаете вот мне говорят у вас тень на экране тень на экране потому что я встаю напротив солнца вот и тень а если тени нет вот тень теперь сзади меня но зато солнце в объектив вот еще один вход с другой стороны вот здесь тоже часы на башне ой 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 машина сзади здесь как раз такой оживленный перекресток и я открыла рот снимаю вам вверх показать полностью этот высоченный шпиль посмотрите какой живые живые рабочие часы пять часов пять минут вот сейчас постараюсь два входа сейчас постараюсь я пойду вокруг поищу открыта ли она ну вот написано holy trinity church все-таки church не кассидрал они собора церковь holy trinity это церковь святой троицы странным образом название церквей повторяется уже holy trinity church я вам показывала в бембриджи а это вот совсем другая это же название holy trinity а я остановилась посмотрите какой какое здесь распятие боже каменный иисус христос а на деревянном распятие вот посмотрите как красиво это при входе в церковь о боже как красиво сейчас почитаю что там написано ну вот здесь написано что 907 969 роид грант какой-то господин построил возвел of this church это что такое не знаю здесь какие-то просто мемориальные таблички я так понимаю люди умершие почему я думала написано об этом кресте кстати вот опять я ошиблась это не камень это деревянная скульптура так вот одна дверь закрыта не тут то было сейчас пойду в другую пойду по постучусь может там открыто вот я подошла ко второму входу но судя потому что здесь бумажки какие-то и все это смотрится так что здесь наверное закрыта да конечно здесь тоже закрыта даже ручки нет попыталась узнать спросить почему закрыта и когда откроется но это бесполезно никто ничего не знает спрашиваю у местных жителей представляете ничего никто не знает здесь опять вот эти голубые колокольчики на полянке красота прям вот обязательно даю вам обещание может быть на следующей неделе я все таки найду этот лес потому что видите колокольчики уже расцвели и вот эту красоту хочу вам показать ну вот такую красоту друзья одну из многих английских церквей я вам показала я даже не расстроилась что она закрыта вы знаете вы послушайте как орут здесь вороны они вот на этих высоченных соснах селятся просто обкричались я их я их перекрикиваю они они меня перекрикивают так вот не знаю как вы а я нисколько не расстроилась что мы не попали внутрь здесь снаружи точно так же красиво и вокруг опять красота неописуемая я уже знаете употребляю слова одни и те же ваша у меня уже слов не хватает просто вам описать эту красоту понимаете ли вот город вентнер друзья холи тринити черч церковь святой троицы побывали мы еще в одной а их здесь на острове у нас больше 60 вот пожалуйста друзья не забывайте ставить лайки и смотреть рекламу на моем канале пожалуйста друзья для того чтобы мой канал монетизировался я надеюсь что вам нравится и вы получаете наслаждение также как и я гуляя по этим местам великолепным всего вам доброго друзья берегите себя увидимся пока пока